Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Всем привет! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света. А вас как? Меня Паша. Меня Маргарита. Очень приятно. Ребят, я немножко опоздала, но смотрю, что занятие вы себе нашли. Расскажите, что вы рассматриваете? Картинки. А что на них нарисовано? Пожарный салют, хлопушка, елка, солнце и... Что это? Бенгальские огни. Ребят, как вы думаете, большинство этих картинок, для какой поры года они больше всего подходят? Зимы. Правильно, ребята. Для зимы. Она совсем скоро наступит. Ну а нам с вами пора рассказать нашим маленьким телезрителям, где мы с вами сегодня оказались. Ребята, это страна безопасности. Вы знаете, что это за место? Ну где все безопасно, о чем рассказывается. Так, правильно. Давайте присядем, и я подробнее вам и нашим телезрителям расскажу. Итак, это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится, ребята. Мы здесь научимся правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И постараемся эти правила, Маргарит, объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный. Это конкурс, а это значит, что в конце игры победитель получит... Крис. Ну, впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Вы, Маргарита и Павел, уже 33-я команда игроков, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Наш конкурс длится 4 дня, и в конце каждого из дней мы будем подводить итоги. А тема сегодняшней нашей игры – это правила безопасного поведения зимой. Это всеми любимое время года наступит уже совсем скоро, а поэтому мы с вами заранее должны как следует к нему подготовиться. Итак, время первого конкурса, ребята. Для первого соревновательного дня ничего сложного я вам предлагать не буду. Мы будем с вами разгадывать загадки. Любите разгадывать загадки? Да. Хорошо. Тем более, отгадки, ребята, уже есть. Они расположены у вас на стендах. Вот это твой Маргарит, а твой Павел возле тебя. Значит, ваша задача в чем заключается, Паш? Выслушать до конца загадку, найти отгадку и на скорость принести мне. Каждый правильный и быстрый ответ стоит две фишки. Просто правильная стоит одну фишку. Ну что, если вам все понятно, то я предлагаю начинать. Согласны? Да. Хорошо. Пашенька, запомни, пожалуйста, не стартуем, прежде чем я не закончу читать загадку. Ясно, а то буду штрафовать. Только после того, как я сказала марш. Итак, слушайте. Вдруг с небесной темноты ярко вспыхнули кусты. На кустах цветут цветы небывалой красоты. Марш! Марш! Маргарита, быстрее на скорость задания. Так, присаживайтесь. Ребята, что это? Паша? Салют. Ой, салют. Салют или фейерверк называют, правильно? Итак, Павел справился быстрее, справился правильно, поэтому зарабатываешь две фишки. Маргарита тоже справилась абсолютно верно, поэтому одну фишку за правильный ответ получаешь. А одну за скорость даю тому, кто быстрее. Не забывайте об этом. Сейчас длинное, очень красивое стихотворение «Загадка», поэтому слушаем до конца, даже если знаете уже отгадку. Что за дерево такое? Вся макушка в серебре расцвело у нас зимою в день морозный в декабре. И орехи, и конфеты, и шары на ней висят. Есть на дереве на этом все для радости, ребят. Зазревают фрукты летом, летом яблок полон сад, а на дереве на этом и зимой они висят. Побежали. Это елка. Елка. Елка, правильно, присаживайтесь. Маргарит, что-то он тебе тормозит. Сдвигай просто магнитик. Паш, меня не услышал. Магнит сдвигает в сторону, не бери его в ручки. Отлично. Маргарит, за правильный ответ тебе фишка. Ну, а Паша снова две за правильный быстрый ответ. Так, следующая загадка. Маргарита, не забывай про скорость. Слушаем. Заискрятся в Новый год, чтобы развеселить народ. Называются они как... Побежали. Маргарита чуть-чуть опередила. Как называется? Что это такое? Бельгарские огни. Бельгарские огни, конечно. Ну вот, видишь, как ты быстро домчалась и заработала фишку за скорость. Молодец. И Пашка, молодец, держи за правильный ответ. Ну, еще одна, последняя. В первом конкурсе загадка у меня осталась для вас. Слушайте внимательно. Зимой часы веселья. Вешу на яркой еле я. Стреляю точно пушка. Сдавут меня. Побежали. Сдавут меня пушка. Маргарита, будем считать, что твоя рука, вернее, она так и есть, дотянулась так же, как и Пашкина одновременно. Хорошо, ребята, молодцы. Очень быстро отгадали. Поэтому за скорость я дам каждому из вас по фишечке. Ну и, конечно же, за правильный ответ. Умнички. Очень хорошо вы справились с первым заданием. Его итоги мы подведем чуть позже. Паша, оставь коробочку. Ребят, я не случайно вам задала загадки про такие новогодние развлечения, как бенгальские огни, хлопушки. Дело в том, что они приносят очень большую радость людям, правда? И без них мы уже не представляем никакой Новый год. Но это только в том случае, ребят, если правильно с ними обращаться, соблюдать правила эксплуатации. Сейчас я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком, который о правилах поведения знает практически все. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Близятся самые ожидаемые и любимые новогодние праздники, которые зачастую не обходятся без фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, ракет, свечей или петард. Ребята, а как вы думаете, чем может быть опасно такое эффектное зрелище? Чем может быть опасно, Паша? Что осколки от фейерверка могут упасть или в глаз, или... Да, правильно. Правильно. И слушаем дальше. Ребята, огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических изделий, при неправильном обращении, несут большую угрозу для жизни и здоровья людей. Запуская огненную феерию рядом с постройками, есть риск возникновения пожаров в домах из-за попадания пиротехники на чердак или крышу. От зажигания до взрыва петарды обычно проходит несколько секунд, из-за чего они нередко взрываются прямо в руках. При несоблюдении безопасного расстояния можно получить очень серьезные травмы. Именно поэтому пользоваться пиротехническими изделиями нужно в строгом соответствии с инструкцией и только с разрешения и в присутствии взрослых. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребят, это еще не все испытания, которые я для вас сегодня подготовила. Есть еще одно финальное и последняя возможность сегодня заработать фишки. Сейчас мы проверим, насколько внимательно вы слушали нашего эксперта по безопасности Марию Александровну. Ребята, конкурс называется «Зелено-красный». Я буду читать вам высказывание. Если оно правильно, если вы считаете, что оно правильное, то вам нужно поднять зеленую карточку. Если считаете, что неправильное – красную. Все ясно? За правильный ответ одна фишка. Тот, кто быстрее справляется, получает дополнительно еще одну. Ну что, начинаем? Итак, первое высказывание. Детям можно пользоваться пиротехникой только в присутствии взрослых. Правильно. Паша был чуточку быстрее, поэтому он зарабатывает две фишки. И одну фишку за правильный ответ. Маргарит, кладу в твою коробочку. Следующее высказывание слушаем. Петарды, фейерверки и бенгальские огни абсолютно безопасны. Правильно, правильно. Но Маргарита сообразила быстрее, поэтому две фишки зарабатывает. Она и одну, Павел, ты. Главное, что ты поднял в итоге верным. Третье высказывание. Фейерверк или бенгальские огни могут стать причиной пожара. Могут стать причиной пожара? Могут стать! Но уже поздно поднимать. Фишки остаются у меня, ребята. Действительно, бенгальские огни и фейерверки могут стать причиной пожара. Искорка отлетела, и... Поэтому будьте внимательны. Фишки-то у меня остались. Последнее высказывание. Можно пользоваться новогодними игрушками в отсутствии взрослых и не прочитав инструкцию. Поехали. Правильно. Павел зарабатывает две фишки. А я одну. А ты одну. Кладем карточки на стол. Ребят, на сегодня все конкурсы завершены, поэтому сосчитайте быстро, сколько фишек вам удалось сегодня заработать. Двенадцать. Двенадцать. Ребят, на сегодня все. В первом конкурсном дне с небольшим отрывом в две фишки у нас побеждает Павел. Но выводы делать еще слишком рано, потому что впереди три игры. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова